Кыргызстан продолжает вести работу по возвращению своих граждан из-за рубежа, которые из-за пандемии, коронавирусной инфекции и других причин не смогли вовремя добраться домой, на родину. В этом направлении Министерство иностранных дел совместно с другими государственными органами прикладывает все усилия, чтобы этот процесс проходил активно и целенаправленно, несмотря на то, что многие страны закрыли свое небо для полетов. Для решения этого вопроса непрерывно ведутся переговоры с другими государствами. В частности, обговариваются графики порядок вывоза соотечественников. Это кропотливая и трудная деятельность, в которой необходимо проявлять общее взаимопонимание и терпение из-за возникающих препятствий и нюансов, а также форс-мажорных обстоятельств. Постепенно начинает приносить свои плоды. 22 апреля чартерным рейсом из Новосибирска на родину вернулись 177 кыргызстанцев. Рейс встретили в международном аэропорту Монаск. Как сообщило Министерство иностранных дел, вылет был согласован с российской стороной. Кроме того, по достигнутой договоренности, этот же самолет доставил в Новосибирск граждан России, находившихся в Кыргызстане. В целях безопасности всех прилетевших обслужили на перроне аэропорта и оттуда их сразу отправили в обсервацию. 24 апреля в международном аэропорту Монаск приземлился чартерный рейс Стамбул-Бишке к авиакомпании «Турецкие авиалинии». На родину вернулись 349 граждан из Турции, ожидавшие рейс с момента отмены регулярного авиасообщения между Кыргызстаном и Турцией. Отметим, что осуществление данного чартера стало возможным в результате достигнутой договоренности глав государств, членов Турского совета в ходе видеосаммита 10 апреля. Во время данного саммита президент Сорунбайджин Беков обратился ко всем странам организации с просьбой необходимости взаимной поддержки граждан, находящихся на территории сторон и не имеющих возможности вернуться в свои страны в связи с пандемией коронавируса и временным прекращением регулярного авиасообщения. О продолжающейся работе по возвращению граждан Кыргызстана, находящихся за рубежом, расскажет наш корреспондент Бекумата Санбекулу. Коронавирус заставил 176 кыргызстанцев пребывать в аэропорту Новосибирска почти месяц. Долгожданный вылет состоялся благодаря чартерному рейсу, организованному в ходе переговоров МИД Кыргызстана с российской стороной. От имени всех благодарим за оказанную помощь. Мы месяц находились в хостеле. Спасибо тем, кто в течение этого времени был с нами рядом. У меня слов не хватает, чтобы описать, как мы счастливы. 23 апреля лайнер компании «Сибирь» доставил соотечественников домой. Первым делом прилетевших осмотрели врачи. Граждан с повышенной температурой не выявили. На следующий день ещё 349 кыргызстанцев были доставлены чартерным рейсом из Турции. Пассажиры выглядели уставшими, но довольными. На родине и карантин будет проходить легче. Очень хорошо, очень отлично. Всё хорошо было. Спасибо большое вам. Прошедших проверку просят перейти в автобусы экспресс до обсервации, где для прибывших уже подготовлены места. Среди прилетевших 22 апреля из Новосибирска 177 граждан. У одного подтвердился положительный анализ на коронавирус. Что касается рейса Истамбула 24 апреля, у 351 человека взятые анализы. По готовности будут проведены соответствующие процедуры. Привезти кыргызстанцев на родину стало возможным в результате достигнутой договорённости глав государств членов Тюркского совета в ходе видеосаммита, состоявшегося 10 апреля. В ходе него президент Сорумба Джеймбеков обратился ко всем странам организации с просьбой о необходимости взаимной поддержки граждан, не имеющих возможности вернуться в свои страны в связи с пандемией коронавируса и временным прекращением регулярного авиасообщения. Сорумба Джеймбеков По данным МИД в Кыргызстан желают вернуться более 4 тысяч граждан. Всего с момента начала вспышки коронавируса в мире в республику были возвращены 6 767 соотечественников. За гранучреждениями республики составляются поимённые списки граждан и изыскиваются пути и маршруты возвращения их на родину. Так, 28 апреля планируется организовать чартерный рейс из Екатеринбурга. Также ожидается прибытие кыргызстанцев из Объединённых Арабских Эмиратов 26 апреля, 3 и 10 мая. Продолжение следует...